здорово инженер давно не было выпуска разговора с подписчиками я аж сам захотел отснять вот есть чем поделиться есть мысли есть новости поехали по поводу youtube рано или поздно накопится критическая масса технических сложностей которая заставит меня отказаться от этой платформы надеюсь до этого не дойдет потому что youtube это очень и очень удобно но в последнее время youtube почему-то вешает на мои ролики 16 и 18 плюс ролики которые не содержат ни нормативной лексики и не затрагивают остро социальные проблемы получают 16 плюс мало того что просмотров и так нет так еще и рекомендации никакие не будут ставиться на эти ролики поэтому блин но это как-то стремно смотри простой пример я выкладываю ролик в контач и на ю тубе через сутки на ю тубе буквально 500 просмотров это очень мало это совсем ни о чем раньше было много там полторы тысячи буквально за первые восемь часов вконтакте полторы тысячи просмотров набирается в первые сутки потом три четыре пять и двадцать тысяч даже бывало если ролик интересен и заходит премодерация очень долгая премодерация почему-то раньше долгой премодерация славился только рутуб да и туда я точно никогда не пойду это вот херота какая-то непонятная очень слабо функционирующая внешне похоже на видео хостинг но это какая-то ерунда в общем youtube почему-то стал очень долго делать премодерацию роликов то есть все ролики могут висеть сутки на примоде это совсем не похоже на youtube он очень быстро работает но почему-то ролики висят очень долго и если есть разница сутки или вдвое между публикациями на вконтакте на дзене и на ю тубе это не связано с тем что я пытаюсь как-то аудиторию перетянуть на российские видео хостинги нет дело в том что очень долго идет именно премодерация на ю тубе не знаю чем связано пока бусти запустилась платформа бушки теперь это единственная платформа на которой можно поддержать канал донатиком донатик идет на обеспечение работы пабликов например недавно я приобрел лицензию на чат кипербот на 6 месяцев месяца через 4 необходимо будет продлить но вы уже задонатили достаточно чтобы этот бот работал на протяжении года касательно эксклюзивного контента на пусть и некоторые ролики которые я выпускаю в общем доступе будут сопровождаться дополнительными роликами например если я выпускаю видео по моточистке для общего доступа я его сопровождаю еще дополнительным видео в котором более углубленно со всеми циркулярными письмами нюансами довольно скучными для общего видео выпускаю разговариваем то есть если интересно если ты решил конкретно углубиться допустим в эту тему готовишься себе это будет полезно есть от разовый доступ есть доступ по подписке по подписке доступен еще закрытый чат в телеге и это отдельная фича почему ребятки вас становится многовато много очень сообщений в личку летит в телегу не успеваю иногда всем отвечать по три по четыре дня нам сообщение 50 по неделе я просто не вижу в закрытом чате отвечаю всем потому что вас там немного это очень просто если так дальше пойдет я вообще наверное закрою личку потому что там просто такой хломушник набирается я не успеваю все это разгребать посмотрим надеюсь до этого не дойдет немного по платформам где буду работать дальше три платформы это youtube это в контакте и на дзен то есть youtube пока он еще работает буду продолжать на нем выпускать и в контакте такая мультиконтентная платформа мне очень нравится то есть и ролики видео длинные и шортс до трех минут в отличие от youtube дай на ютубе только минуту можно выкладывать и статейки этом перевожу то же самое касается дзена только модели еще и монетизация раньше начинается по поводу youtube и небольшой факт раньше 73 процента зрителя был российский зритель 23 это была украина и остальное это восточная европа и юго-восточная азия откуда там зритель понятия не имею сейчас чуть больше 50 процентов это зритель из россии все остальные почему-то стали британцами то есть я так понимаю vpn работает прекрасно вот это замечательно по поводу российских хостингов но зритель по большей части все равно российский поэтому переходите на в ч переходите на дзен и естественно telegram telegram я туда выкладываю либо в низком качестве видео либо я выкладываю там только ссылки на оригинальные источники то есть все ниточки со всех социальных сетей стекаются в telegram если ты не подписан на дзен но подписано допустим в контач и youtube и телегу либо наоборот телега и youtube ты узнаешь где конкретно вышел перевод допустим статьи какой-то адаптивный либо я выложил короткий ролик какой-то или еще какие-то новости все это есть в телеге через телегу также можно выйти библиотеку в общем об этом чуть позже я когда буду зачитывать ваши вопросы я там интересненько на выбирал я об этом расскажу телега по телеграмму колоссальные какие-то просто плавные наверное я просто не успеваю даже все это дело записать что все что я хочу сделать там помимо того что есть уже два дополнительных канала библиотеки с со скринами и из полностью пропечатанными вопросами и ответами к дельта тесту 3.0 по нефти и по химии будет еще дополнительный канал с сервисными письмами для man над ним работаю прямо сейчас и для зульцера то есть все будет пропечатано будет работать поиск по ключевым словам будет доступ постоянный то есть не нужно будет там ворошиться в какой-то там литературе вот все это будет в телеге и можно будет делать перекрестные ссылки в чате на определенные сервисные письма я думаю что это будет очень удобно и в принципе когда будут появляться новые я просто буду дополнять те что уже имеется и я думаю что это будет очень удобно так что ж по новостям все давай-ка почитаем твои комментарии у тех кого я менял произошел взрыв масляных паров в картере где-то таким же образом как и на видео нам пришлось вынимать шатун и вставлять новый тебе очень повезло что двигатель взрывом не покорежило так что не пришлось пилить шатун на молекулы потому что обычно это именно так а вообще если происходят такие события во первых это общеизвестный вагда люди наверняка вы слышали про очень известный случай с контейнероносцем мелкий уэй с филиппинским экипажем там тоже нехило так бомбанула у них там несколько раз срабатывал oil mist detector и что они сделали правильно отключили нахрен oil mist detector зачем он вообще срабатывает пришли в порт вскрыли лючок и хотя там вот такими буквами на картере написано подождать 30 минут после остановки если сработал омд ничего страшного несколько раз пересмотрел чуть-чуть понял ее принцип но не могу даже представить сколько там нюансиков которые нужно знать и помнить видео по утилизационной турбине ну на протяжении пяти с половиной лет мы получали вот эти вот дипломы специально специфическое техническое от это образование потом на протяжении долгих лет мы с этим работаем и знания копятся как-то сами собой отсюда обычно вытекает вопрос как вот этот все запомнить ну шаг за шагом записывай заведи блокнотик в чем проблема если ты конечно не технарь тебе будет сложно сложно вообще в принципе понять и вникнуть если базовые науки в голове отсутствует напрочь но тем не менее все реально все можно осилить добрый день а подскажите пожалуйста а почему у нас закисляется конденсат в воу воу я так понимаю это водоопричнительная установка видео fresh water generator смотри а чудес не бывает да вот эта вот фразочка которую мы не любим но тем не менее чудес не бывает закисляется то есть становится кислым откуда кислота в конденсате откуда кислота вообще в воде единственный источник откуда она может попасть это химия которую вы добавляете вот этот самый антинакипин и все ну откуда еще может быть кислота в воде либо у вас что-то неправильно с параметрами работы этого самого опричнителя либо что-то вы неправильно и в него льете хотя при испарении и после конденсации любая химия должна в принципе оттуда практически полностью испариться почему он закисляется либо здесь написано закисляется конденсат в воу именно водоопричнительной установки то есть уже во fresh water танки в музеевом танки уже водичка кислая ну тогда действительно только один вариант необходимо проверять опричнитель его параметры работы и блин других источников я не по ним либо кто-то льет кислоту в танк на бывает и такое да у нас крышка едет раньше чем у людей работающих на берегу поэтому возможно у вас есть какой-нибудь такой телепузик который решил так самоутвердиться хрен его знает у фу 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 какой большой комментарий небольшой совет просьба по ускорению развития канала как уже много раз отмечали больше сделать упор на видео для самых маленьких инженеров и там еще очень много много чего зачитывать не буду читать так на паузу читать можешь по поводу вот этих советов я прекрасно понимаю но работать не интересно над тем что не интересно как бы странно это не звучало но я придумал компромисс на вот эти вот банальные вопросы я буду выпускать короткие видео формате шанс я думаю что это будет максимально такой средним максимально средним вариантом потому что она мне не интересно делать длинное видео по на тему которая мне меня просто уже не интересует и это вдоль поперек допустим ты ее уже знаешь с какими-то нюансами им ну просто неохота а сидеть и карпеть над анимации вот этой вот мелкой того чего уже не что уже не интересует совсем это довольно грустное занятие не хочу этим заниматься но вот короткие видео делать буду периодически буду разбавлять серьезный контент вот такими вот маленькими роликами больше бумаги чище жопа ух это просто в граните надо высечь и перед мгу выложить чтобы все читали это нам сказал препод по экономике относительно своего кореша в электросети каждый месяц его кореш делает обход в т.п. и каждый месяц пишет бумаги мастеру что т.п. в аварийном состоянии что такое т.п. не знаю мастер каждый месяц все эти бумаги передает наверх цепочка длинная каждый месяц приходит отписка сверху что долг населения за электроэнергию вагонов денег не это значит денег на ремонт нет случае типа и повреждения приборов у потребителей вас чуть 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 короче вот эта контора признает случившееся и обещает погасить ущерб сразу же бумаг такое количество жопу прикрывает что отсудить уже ничего не получится так по поводу важности отчетов вообще у нас компании наверное в любой другой есть такой термин как таймли репортинг то есть когда что-то случается необходимо отправлять какой-то отчет не сразу там бежать сломя голову а немножечко разобраться и отправлять уже какую-то собранную и немножечко сепарированную информацию свою жопку необходимо тоже прикрывать ли нам таких историй иногда читаю смотри был случай когда приходило циркулярное письмо на этом об этом уже рассказывал но расскажу еще раз филипинский филипинский балкер они пишут что это будут циркулярное письмо пришло что у них на рейде пираты отсосали дизельку примерно 120 тонн отсосали пираты дизельку а самое интересное что компания выпустила циркулярное письмо то есть они все это дело схавали и выпустили в голове немножечко не укладывается да но 120 тонн дизельки побросы в цене примерно 450 долларов я примерно знаю что этот филиппинец где-то у себя в горах построил дом который все это дело сдал а вообще очень интересно вот это вот техническое письмо которое прикрывает филиппинцу жопу она вдребезги разбивается просто физику из девятого класса то есть это как это как нужно получается пираты подошли пираты знали и так называемый танк ротейшн они знали конструкцию судна не подплыли именно к тому люку который этот мэн холл в хранится дизельное топливо да то есть старыми хим скинул тэнк ротейшн под старыми хим скинул тэнк аренджмент они пришли туда с ключами все это дело вскрыли беззвучно опустили туда шланг который нару и потом использовали насос который нарушает законы физики да то есть высота всасывания не может быть выше 10 метров балкер он довольно глубокий в общем это очень странно это это совсем просто и представьте себе они отказ откат откатали 120 тонн какой должен быть насос чтобы все это было произошло просто вот незаметно и быстро и вот подобным письмом филиппинцы прикрыли себе жопу просто то есть вопросов к ним не было с точки зрения вот логики здравого смысла то есть офис я не знаю они выпустили циркулярное письмо значит они это дело проглотили то есть даже вот таким образом жопа была прикрыта есть еще один интересный случай когда индийский стармех немножечко пролетел по топливу и не хватило этого топлива то есть они встали где-то в северном море да то есть в регионе которые совершенно не предназначен для дрейф тем более без топлива они решили остановиться чтобы не обесточиться и когда задавались вопросы а что у вас там с топливом то есть первые отписки были следующие стармех пишет что топлива внимание залегло в танках кучками кучками представляешь и вместо того чтобы открыть лючки и сфотографировать вот это все эти вот кучки топлива они с офисом договорились что необходимые текучки разбавить солярочкой то есть на протяжении суток эти люди перекатывали топлива из дизельных танков в тяжелые для того чтобы разбавить кучки потом они наконец-то лючки вскрыли поняли что кроме солярки там никаких кучек нет что пролетели конкретно по бункер но к этому времени уже пришел танкер который бункернул их в море чтобы они дошли до берега и тем не менее то есть вовремя отписанное письмо с конкретной шизофазией то есть это на таблетках надо прям сидеть чтобы в это поверить прикрыла жопу этим людям все очень просто поэтому бумаги важны бумаги нужны их нужно писать нужно составлять грамотно правильно учить и вот эти вот фразочки стандартные деловой переписки на английском языке все это вам пригодится все это вам понадобится отписываться грамотно необходимо им уметь и когда ты просто можешь составить такую сказку что у тебя полный бред прям конкретная шизофрения превращается в базу для написания учебника физики ты красавчик ты сможешь работать в море даже если руки растут из жопы в море ты работать сможешь это очень важный навык на сегодняшний день а кто это у нас до сих пор не знает как попасть библиотеку и пишет а где можно взять ссылку на библиотеку под каждым видео первый закрепленный комментарий ведет на мультисылку таблинк оттуда можно попасть куда угодно библиотеку можно попасть в контач и на дзен на бусти можно все сделать через эту ссылку первый закрепленный комментарий под каждым видео я потратил время после того как я завел вот этот аккаунт мультисылочный таблинк я представь себе каждое видео свое я каждое видео заходил писал и закреплял первый комментарий то есть работа была проведена поэтому я точно знаю что под каждым видео такая ссылочка есть не могу разобраться зачем вакуум в конденсаторе зачем вакуум в конденсаторе смотри во первых с точки зрения термодинамики это плюс еще один бар к суммарному перепаду это увеличение эффективности установки во вторых конденсатор вакуумный и пар попадая в него очень сильно теряет в параметрах с ним потом просто работать проще давление нет температура такая что можно принципе ручки туда уже окунать около 30 там 40 градусов все очень просто вакуумный конденсатор очень классная вещь так привет благодарю за библиотеку да пожалуйста только вот хотел бы спросить еще парочку книг для курсантов механиков парочку книг для курсантов механиков пару десяточков книг для курсантов механиков ты имеешь ввиду блин читать нужно очень много и конкретной книги курсантов механиков ее просто нет что конкретно тебе нужно если ты хочешь общие какие-то знания найти то есть книги для мотористов еще советского образца эти же книги с новейшими поправками переиздаются в основном допустим вот различными одесскими изданиями то есть есть несколько книг мне ребятки оттуда скинули я из в библиотеке разместил пожалуйста идешь прям вбиваешь моторист не мотористы по ключевым словам ищешь книгу тебе системка выдаст а вообще что касается там парочку книг для курсантов механиков что ты хочешь от этой книги чтобы там тебе было черным по белому там в 10 пунктах написано что тебе нужно будет делать в этом случае тебе подходит именно книга для мотористов там вот как раз таки будет написано что конкретно тебе нужно будет делать потому что вот моторист советского образца он на голову выше в техническом полане чем современный допустим 4 даже 3 механик поэтому вот эту старую книжку берешь любую для мотористов и ты примерно будешь знать что нужно делать машинном отделении особенно на первом на первых этапах работы в море а вообще с точки зрения поглощения информации информации такое количество что за всю жизнь ты даже вот этот узкую узкоспециализированную инфу не сможешь осилить все ты не сможешь и физически прочитать поэтому я когда меня задают вопрос а что конкретно читать я рекомендую читать все по мере наступления необходимости допустим есть необходимость поработать с центробежными насосами берешь и читаешь конкретную статью процентобежным насосом есть книжки по насосам берешь читаешь смотришь и изучаешь что-то по дизелям читаешь по дизелям по опреснителям читаешь по опреснителям все же просто не нужно читать в запой абсолютно все ты не сможешь это перечитать и до конца своей карьеры вообще в море это просто нереально а можно видео для самых маленьких и для первоходов вайпера кадет учился вы не вере плохо аж за что сейчас браться так информации много какая конкретно и по какой последовательности не ясно в принципе если сейчас напишите комментарии под видео что это интересно то я пожалуй да вот напрягу немножечко извилины вспомнишь только с чего конкретно все это начиналось начинал я не так давно 10 лет назад вот наверное вспомню и сооружу видео для сухогрузов для первоходов для тех людей которые приходят на сухой флот впервые в жизни наверное будет интересно так видео по котлу как заполнить бачок через специальное отверстие если котел находится под давлением и нет клапана между бачком и котлом это очень странная конструкция что мешает тебе установить туда клапан не понимаю а ну наверное регистр хотя хрен он знает там должен быть клапан а может и нет смотри если клапана нет у тебя один вариант дело это закрыть контролировать уровень воды вручную до тех пор пока там не на конденсируется достаточное количество паров вот и все а по-другому как травить давление с котла ну как бы не тот случай для того чтобы это делать а тогда водичка там на конденсируется на это уйдет целый день скорее всего поэтому начинай работу с утра мы это место что могу тебе посоветовать и немного еще вопросиков ваших я так все это дело объединил группы люди спрашивают иногда что можно допустим посмотреть на досуге чтобы там не одупляться во что-то там какое-то бесполезное абсолютно дерьмецо что-нибудь полезное посоветуй есть такой канал который называется терсет браин возможно неправильно читаю но тем не менее ссылочку на него там это старые научно 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 как это можно назвать образовательные фильмы это лен мос киев науч фильм старая вот эта вот анимация очень классная очень понятная принцип действия практически чего угодно можно там найти просто клондайк для технаря можно слушать на фоне но прикольная анимация черно-белая знаешь старая такая как вот первые мультики с микки маусом вот эти вот волтовски диснеевски очень все круто рассказано но для того чтобы это дело смотреть необходимо было в школу ходить и не прогуливать потому что фундаментальные знания физики математики химии они просто нужны для того чтобы воспринимать то что говорится там еще канал мне нравится канал химия просто она там действительно рассказывается очень просто прям крутой научпоп допустим по андрей юванов по моему так зовут автора он там рассказывал по поржавчине очень было интересно вообще в принципе рекомендую зайти посмотреть физика от побединского очень нравится мне этот канал прям классный довольно сложные темы довольно сложные вопросы объясняются очень простым языком и его тоже можно ставить на фоне и заниматься своими делами и просто вот чтобы он где-то на духом жужжал кое-какая информация голове все-таки осаждается это круто ну и когда все вот эти душные каналы ты устанешь смотреть переходи к доктору дью немножечко расслабишься ну и в принципе дядька грамотный слесарь токарь сантехник сварщик я не знаю кто там он еще расскажут как делать не надо тоже полезно так ну на сегодня я думаю у меня все основной посыл какой переходи по top link посылки смотри какие паблики есть подписывайся на хостинги на vk подписывайся на дженчик вот и папа по наверное все развиваться будем никуда я не ухожу продолжу снимать продолжит писать продолжу переводить для тебя инженер все самое вкусное все самое интересное и увидимся следующее видео будет про выхлопной клапан флекс так проголосовали платные подписчики на бусте вот поэтому жди пока и